И к другим темам. В лесу раздавался топор дровосека. Впрочем, у нынешних лесорубов в арсенале уже давно совсем другие гаджеты. Кто лучше всего владеет бензопилой, сегодня выясняли в Рыбинском районе близ поселка Тихмениво. 11 участников приехали сюда на первый в регионе конкурс профессионального мастерства. Кто стал лучшим лесорубом Ярославской области 2015? Узнаем из следующего сюжета. Участник номер 4 подойти к 12-му дереву. Отходим дальше. Там фотограф. Вообще уходим оттуда. Эти деревья уже отжили свой век. Некоторые поражены древесными паразитами. Но сегодня они сыграют свою последнюю роль и кому-то из участников проложат путь к победе. Балка леса на делянке – первый из пяти этапов конкурса. Это самые важные и ответственные работы в лесу. Строгие судьи не прощают помарок, начисляют штрафные баллы. Недопил в одной части – 39, в другой – 10. Именно такого рода соревнований на моей памяти не было. Слава Богу, что все-таки обратили на это внимание, что профессия – это профессия. И лучший по профессии должен быть выявлен. Вторую часть соревнований провели на открытой местности. Судьи говорят, на то, чтобы собрать и разобрать бензопилу, у лесорубов-виртуозов уходит всего 10 секунд. Иван Положаенко уложился в 32. Это стало рекордом этапа. Выручили скорость и сноровка. Но не это главное качество лесоруба, говорит Иван. Мне кажется, сдержанность. В этой профессии нельзя торопиться, потому что это шутки с жизнью. Ярославская область в Центральном федеральном округе, по данным Рослесхоза, на хорошем счету. Но, конечно, нам бы хотелось улучшить свою работу. Например, применять авиамониторинг для профилактики пожарной ситуации, болезней и незаконных рубок. А пока защищать честь области, занявший первое место Иван Положаенко, вместе с еще двумя призерами едет в Казань. Там в сентябре соберутся лучшие лесорубы со всей страны. Марина Ромакина, Алексей Соловьев, Вести Ярославль из Рыбинского района.